Я до космонавта был ракетчиком, испытательным ракет. Чтобы коротко, я вам просто напою, наверное, один куплет из нашей ракетной, из песни ракетчиков. Дымилась, падая ракета, и впрочь бежал ее расчет. Кто хоть однажды видел это, тот хрен в рассветчике поет. Ракетчике пойдет, да? Вот что такое ракетчике. Но у нас есть длинная песня, я ее сейчас полностью спою, только мне нужно кое-что объяснить. Вот тут написано, что заправлены ракеты не водою. Действительно, наш первый спутник, американский спутник 10 килограмм не взлетел, а наш 75 взлетел, а потом полторы тонны взлетело. И американцы гадали, чем же заправлены наши ракеты. Ну вот мы им ответили, не водою, это правда. И вот дальше такое пожелание, очень для нас важное. Их только полетело, не дай нам Бог сливать, потому что ракеты тогда не хотели стартовать. Или падали, или взрывались, или поднимались, потом разваливались на куски, и от них приходилось бегать, потому что взрывы очень сильные, как атомный гриб. И вот, но если упадет туда в колодец, Бог с ней, если перелететь через забор, и там взорвется Бог с ней, самое для нас страшное, если она не стартует и останется на столе. Почему? Потому что был сухой закон. Ракета готовилась к полету там месяц, а то и два. И никто ничего не пил. Ни пива не продавалось, ни в горле. Ну, пытались. Иногда, если день рождения, 30 километров идти на железнодорожную станцию, к входному светофору, подходил поезд Москва-Ташкент, на ходу ты прыгал в вагон-ресторан, и совал деньги, тебе бутылки, уже на выходном светофоре ты спрыгивал, тебя ловил патруль, отнимал бутылки, и ты опять пешком 30 километров по жаре шел. Идут машины, а у каждого металлическая табличка прибита, пассажиров не брать. И вот, значит, 30 километров идешь. И вот ракета летит, а к старту все бегут. Кто с крышечкой, кто с баночкой, кто с графинчиком, кто со стаканчиком. Там же осталось в магистралях, спирт взливали. До объявления я скажу, что я очень волнуюсь, потому что впервые пою перед аудиторией в трезвом виде. Так вот, я об этом и говорю. Дорогие друзья, впервые на отечественном телевидении, только в программе «Гавань». Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, поет песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Не заправлены ракеты, конечно, не водою, и кнопку пусковую пора уже нажать. Давай-ка, друг, в сторонку, мы отойдем с тобою. Эх, только пуля тела, не дай нам Бог сливать. Я знаю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. В космические дали ракеты улетают, героев-космонавтов уже не сосчитать. Космические карты в планшеты заправляют, а нас в командировку отправили опять. Звали, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Пусть завтра с перепоя не двигаются ноги, ракета улетела, налей еще стакан. Но сделали мы дело, и нам пора в дорогу, пускай теперь охрипнет товарищ Левитан. Я верю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Гостиницы с клопами и пыльные дороги, все это нам, дружище, пришлось испытать. И пусть газеты пишут, что мы живем, как боги, а мы помнем газету и сходим погулять. Славяне, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Но, видя обломков различных ракет, останутся наши следы. Браво! 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 Браво, Георгий Михайлович, проходите!